МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Мнацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но сумеют ли ей управлять? Они готовы на все ради победы, но достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? Вчера реальная кухня была закрыта на спецобслуживание. В ресторане готовились к фуршету и ждали специальных гостей. Управляющая Татьяна решила разделить ответственность за вечер между шеф-поваром Женей и Сандро, назначенным главным по залу. Это жесть вообще, я не знаю. Дожеркивать и выкинуть вообще просто. Однако шефство Евгении продлилось недолго. Заказчики фуршета пожелали увидеть всех девушек реальной кухни в качестве моделей. Олеся, сегодня мы против тебя не будем голосовать. Нет, нет, нет. Вечеринка произвела настоящий фурор. По такому поводу Рэм даже отменил итоговое голосование. Однако перемирие установилось ненадолго. Неделя под управлением Татьяны подходит к завершению. Впереди очень ответственный день. Ребят ждет встреча с зубастыми журналистами федеральных СМИ. А вечером один из участников покинет реальную кухню навсегда. Добрый день, ребята. Мы вчера с вами очень хорошо потрудились. И наш заработок составил 150 тысяч рублей. А общая сумма выручки, ребят, составляет 2 миллиона 421 тысяча 500 рублей. У нас сегодня намечается пресс-конференция. Поэтому времени на подготовку не так много. Часть журналистов начнут приходить уже, начиная с трех часов. Пресс-уха, пресс-конференция, моя стихия, общение с журналистами. Мне это более органично, чем посуду. Самое страшное испытание ждет участников прямо с утра. Им предстоит накормить вкусным обедом их главного критика и учителя. Анна сегодня готовит обед для Рам Михайловича. Анют, кого ты хочешь взять в помощники, давай огласи нам. Валеру и Олесю. Отлично. Параллельно Женя будет заниматься подготовкой к пресс-конференции. Тебе, Жень, тоже понадобится 2 человека. Кирилл и Саша, наверное. Сандро, тебя я попрошу, Рит, и тебя заняться подготовкой зала. С подсобного рабочего и подметания полов до помощи в зале, до официантки в зале. Вау, вверх карьеры. Макс, тебя на бар. Я написала себе приблизительный список, что мы сегодня можем предложить. Жульен, курица и грибы я предлагаю совместить. Жульен, такие люди, они сметут все. Они все сметут. Татьяна, я хотела попросить тебя, у нас холодильники разобрать надо. То есть я морозилку уже разобрала, там на половину. Мы разбирали вчера холодильник. Уже есть очень. Макс, параллельно с баром займись, пожалуйста, холодильниками. Почему я должен работать с других пополнями? Почему это это? Люди не делали работу в течение недели. Я уже сказал, кто не делал. Ну, то есть ты отказываешься? Да, я отказываюсь. Я себя на проекте ощущаю, да, более чем волком. Ну, кругом кружат лохи, да. Меньше разговоров. Один, да, один, а не поможет. Один же и я. Втроем разберем. Хорошо. Забрали все. Валер, и тебя я попрошу поддерживать мойку в чистоте. Мойки? Да, хорошо. Все, все тогда переодеваемся. Переходим на мастер-класс. Арам предупредил участников, что заглянет к ним на обед. Аня решила не готовить изысканных блюд, а порадовать наставника простой домашней едой. Мой же рецепт, как он мог не съесть? Ну, давайте не приписывайте себе рецепты. Мы все знаем, откуда эти рецепты. Читайте. Вот эти сезаря, они вот тут уже стоят просто, да. Поэтому я и решила Араму Михайловичу сегодня сварить такой домашний борщ, блинчики. Ну, и пожарить мясо просто. Чем я могла его удивить? Ну, он гурман. Олеся, а ты часто готовишь больше? Знаешь, я всегда готовлю по настроению. Если нет желания, а надо что-то приготовить, я никогда не буду готовить. Архыс – это горная вода действительно природного происхождения. Помнишь, может быть, мой азиатский салат? Да. Я сделаю его только без мяса, без заправки, ну, которое теплое масло. И я сделаю гарнировку к мясу. Анна! Красиво. Ну, что происходит? Сколько еще голодным ходить? А сейчас Олеся начнет накрывать тогда, а я доготовлю. И вынесу. Только небольшие порции. Поехали. Мне нравится. Можно на поднимашку? Ну, богом. Это сметана, это рубленый теснок и еще укропчик. Рубленый, чтобы вы сами себе... Это небольшие. Да, чтобы вы сами добавили, я не стала больше добавлять. Сандро, там ничего нет, там только которые стоят. И не нужно. Меня лично не цепляет. Такой супец, знаешь, постный супец. Мой вкус, я бы добавил туда специи чуть-чуть больше и чеснока до зелени. Олеся, а ты не хотела бы со мной съесть чего-нибудь? Мне нужна компания. Может, присоединишься ты? Я не могу. А что ты там делаешь? Не знаю. Канапе. Было много работы на кухне. Ну, и я нашла эту причину, чтобы отказаться. Как это Олеся отказалась? Арам Михайлович ее приглашает за свой стол, чтобы она разделила с ним обед. У меня был, если честно, шок. Я думаю, Сандро оценил это и скажет мне спасибо. Он так всегда мечтал подлизаться к нему лишний раз. Видишь, я прятал без цветов. Хотел с кем-то пообедать, они говорят, возьмите Сандро. У него много свободного времени. Блин, почему именно он? Я бы лучше Татьяну посадил с Остром Михайловичем. Аура была бы совершенно другая. Ядодобавили? Да, я плюнула туда. Все равно заметно, как нас обслуживают. Вы же заметили? А здесь вот я вижу, что вам тут пореально не попадали. Все как надо. Ложку вам другую почему-то дали. Я не знаю, тут какая-то... У тебя ложка с дыркой, да? Дискриминация. Арам и Сандро, как настоящие мужчины, быстро нашли тему для разговора. Они обсудили вчерашнее дефиле и новую участницу. Ну и кто в своем рейтинге был номер один на показе? Евгения. Старно. Покажи мне все, детка. Как летучит. Она молодец, просто единственное, чересчур скромная. Ты так же всего чего-то боится, я не знаю. Почему бы я вот хотел, чтобы Кирилл у нас ушел на голосование? Что касается Женьки, у нее жалко. Он ей дурит мозги и не дает ей раскрыться, как участнику. В смысле, как мужик дурит? Да. Тем временем остальным участникам стало казаться, что беседа Арама и Сандро затянулась. Они шипели, это надо было видеть, этот гнев, что я сижу с Арамом Михайловичем за столом, кушу, и мы еще делим, делюсь я с Арамом Михайловичем какими-то историями из нашей общей жизни. Нужно гостя попросить удалиться. Потому что вообще я хотела сама с ним пообедать. И провести с ним вечер, чтобы как-то атмосферу создать приятную. Чего знаю, почему она такая-то. Арам Михайлович, могла бы я десерт разделить с вами вдвоем? Да. Посидеть, пообщаться? Да. Влезла в наш разговор. Она даже не дала нам договорить. Да. Вам немножко неправильную позицию рассказали. Сандро-то я не сижу? Нет. Мы с ним говорили о женщинах. А, да? Да, а ты что, о проекте? Мне кажется, у вас мнение, что у нас коалиции сложились там еще что-то. Нет у меня мнения, что у вас сложились коалиции. Я просто считаю, что у вас как-то разделилось мнение на две части. Есть мнение Сандро и Макса, есть мнение ваша. И есть Саша, который выражает иногда одно мнение на другое. Все говорят, что вот у нас нет коалиции. Да есть все. Есть. Они просто объединились на тему того, что давайте сольем тех, кто не нужен. Тот же Сандро, Максим. Знаете, я до последнего момента верила в человека. Я говорю, на данный момент о Сандро. Действительно, человек мне в ухо просто такую лажу пихает, и он меня потопит. Он меня напрягает провокациями. Вот Олеся тебя съест, Олеся то, Олеся это. Он мне начинает вот вдалбливать вот эту вот свою какую-то вот линию. То есть на самом деле вы не знаете, что в доме творится. Когда выключается камера и микрофон, абсолютно другой. Это просто зло. Из участников кто-то тебя запугивает? Или еще что-нибудь? Ну не только меня вообще. Всех? Ситуация инкалюбная очень корректина. Мне кажется. То есть есть у вас два центра конфликта. Это Олеся и Сандро. Остальные все каким-то образом в этом вынуждены участвовать. Что касаемо Олеси, конечно, я не соглашусь. А ты вот смогла бы всех вот так взять железным кулаком и на место всех поставить? Я бы попробовала. Да? Ой-ой-ой. Ну это вот мое личное мнение. Как это называется? Блины? Это блинчики со свежими фруктами, ягодами. Я вообще все съел. Ты видела? Я никогда в жизни не ем то, что мне не нравилось. Ну что, давайте готовиться к разводу. Я так понимаю, что Татьяна сейчас всех заберет на развод. После разговора с Арамом Аня заметно взволнована. Ей не терпится пересказать беседу своим коллегам. Как он реагировал? Он поначалу как-то... Он приземел на меня? Да, как-то... Сначала начал на нее, ну, типа... Угу. Я говорю, да вы просто много не видите. Он же... Ну, он начал вопросы всякие, знаешь, наводящие. Он говорит, тебя что, обижают? Я говорю, честно, ситуация очень наколена. Я говорю, если вас интересует, мы без камер поговорим с вами. Максу удалось подслушать разговор Арама и Ани. Поэтому он спешит поделиться новостями со своим приятелем. Ну и что? Куклы, это шлеватка. Куклы. Ну, главный злодей, короче, это ты. Ты всех подговариваешь. Вот, мутишь воду. Мутишь. Вот, только ты и, короче, больше никто. После этого самый главный прикол. Она заходит на кухню, такая, я сделала это. Ну, типа, я все сказал. А Рома, Кирюш, такой. Плотец. Плотец. Я сказал все как есть. По существу. Ну, что мы с тобой работаем, а все остальные пинают. Да нет, они не пинают. Все работают здесь просто по существу. Почему против они меня голосуют? Они не могут обосновать это. По работе ко мне не придерешься. Правильно? Да. Ну, все. Ну, что ж, друзья мои, сегодня у нас очень важный день. У нас первая и самая главная наша пресс-конференция. К нам на реалити, на реальную кухню сегодня приедут журналисты. Поэтому наша задача сделать эту пресс-конференцию безукоризненной. Все, по местам. Участники с нетерпением ждали прихода журналистов, но к Максу приехали еще одни неожиданные гости. Ой, сладкуша пришла к нам в гости. Привет! Сын для меня все. Особенно, ну, когда я вижу, что у меня есть какое-то там, да, продолжение рода там. Вот. Я больше ни о чем не могу думать. Нет, только... А тебя как зовут? Нет. Очень приятно. Нам помогать с этим? Макс вместе с Сандро и Макс вот с маленьким сынишкой. У тебя два разных человека. Настроен до конца? Да, конечно. Настроен. Да, но... Ну, у нас сегодня будет голосование, и два человека сегодня уедут домой. Я всегда не буду. Дома. Ну, я тоже сегодня никуда не собираюсь. Пока счастливый Максим показывает жене и сыну секретные закоулки реальной кухни, Сандро активно подбивает клинья к своей новой жертве. Дело в том, что там у меня нет волос. Я, естественно, старалась держать тот барьер, эту границу, за которую со мной не стоит переходить в всяких пошлых шутках. Мы должны скандалить и мириться, и общаться, и высказывать свое мнение. Мы же не пришли сюда молчать и друг на друга вот так бычиться. Если люди понимают друг друга, то они через любые споры смогут какую-то проблему решить. Ну, например, у нас вот закрылась большая часть людей, они-то и между собой не общаются. Там Олеся в банда, которая не дает никому рот открыть. Закрой свою бесполезную дырку уже, закрой, закрой ее, она воняет. Я серьезно, говорит, невозможно. Она не дает людям ни раскрыться, ни поговорить, ни сказать слово свое. А если кто-то что-то говорит, я там не вижу харизматичного лидера. К назначенному времени на реальную кухню приехали долгожданные представители прессы. Добрый вечер, господа. Пожарите. Гости лишь на время заставили участников закопать топор войны. Уважаемые гости, мы вас очень ждали. Мы надеемся, что сегодня вам все понравится. Попробуйте, пожалуйста, наши закуски. Я думаю, вы их оцените. Для начала ребята решили вкусно накормить и задобрить окулпера. Дорогие друзья, я вижу, что вы все попробовали. Мы готовы начать нашу пресс-конференцию. Еще раз хочу сказать, добро пожаловать на реальную кухню. Мария Тихмениева, аргументы факта онлайн. В России сложилась такая вещь, что часто ресторанами управляют не повара. Ресторатор должен все-таки быть шефом. Я считаю, что в 95% случаев управлять рестораном должен шеф-пол. И так, как это происходит везде в мире. За редким-редким исключением. Меня зовут Шорохова Полина. Я представляю газету «Наша версия». У меня вопрос к участникам. Где они хотели бы открыть свой ресторан? Сандро, давай ты ответишь на этот вопрос. Да, у меня готовый уже проект «Сталинский ресторан» из красивой истории. Сам ресторан достойный. Поэтому я уже готов в бой. Спасибо. Аня. На берегу моря я бы хотела открыть ресторан. Как и все мы мечтаем жить на берегу моря. И Аня недалеко от нас тоже ушла. И она тоже может быть все мы. Сергей Ефимов, телепрограмма «Журнал». Такой вопрос. Смотрю на вас, такие красивые, молодые. По вам видно, что вы команда. Не испытываете ли вы два чувства? Во-первых, чувство одиночества. И второй вопрос. Чувство, так сказать, некоторого угрызения совести. Что вот вы такой хороший. Вот вы, Олеся, приобнимаете Аню. Но вместе с тем, каждая из вас должна что-то сделать, чтобы победить. Вот я бы, может быть, Олесю с Аней и спросила. Навряд ли я буду драть волосы, делать какие-то гнилые поступки. Ну, просто я, наверное, человек не такой. Будет как бы честная борьба до последнего. А там уже будет видно, кто сильнее. Я думала, как-то будет, ну, какая-нибудь найдется все-таки собака такая, которая будет нас грызть, задавать какие-нибудь вопросы такие тяжелые, провокационные. Не знаю, детский сад какой-то. Нужно абстрагироваться, да, от ситуации. То есть, когда мы одеваем униформу, мы должны забыть о том, что происходит у нас вне работы. Чувствуешь одиночество? Кто-нибудь чувствует? Да. Да, хороший вопрос. Дарья Астраумова, программа «Кухня реальной кухни». Много ли вам подсказывают редакторы, есть ли какая-то внутренняя драматургия? И вообще, много ли событий происходит не от вас лично, а вот как бы оттуда сверху? Они не являются не актерами, они являются людьми сформировавшимися, взрослыми, понимающими, что они делают, куда они пришли. Возьмем Олесю, да. Я знаю, что этот человек отказался от подсказок и реально продолжал вводить в заблуждение всех своих же, вот кого он обнимает, ребят, и говорила, ну, мне Лука сказал, я ничего не могу поделать, понимаете? То есть, где-то есть такая вот провокатор Олеси. Сандро удивил, конечно, как всегда. Просто жесть. Он хотел меня осадить, значит. Расскажите о ваших капризных посетителях. Были ли они за время участия в проекте? Если сказать общими словами, то у нас в ресторане за последний период и, наверное, с самого начала были разные модули разных ситуаций. Приставания к официантам? Приставания, да, к официантам ко мне приставали недавно. И вас щипали, что ли? И щипали, и гладили. Мне становится жарко. Спасибо. Спасибо. Как вы отметите свой уход? Что вы будете делать, если вы сегодня вылетите? Кирилл, что вы будете делать, господи, сегодня? Там теплые края, и недели-полторы меня в Москве не будет точить. О, один ответ есть. Женя? Ну, естественно, я поеду домой в Санкт-Петербург, но я всех... Ну, до этого съезжу с Кириллом в теплые края. Я хотел бы от имени вот нашей большой команды «Реальной кухни» поблагодарить вас за то, что вы нашли время, за то, что вы приехали. Надеюсь, что вы напишите о том, что мы хорошие, нормальные люди, слегка сумасшедшие. И пытаемся при этом, чтобы что-то у нас такое родилось, что было бы интересно зрителям. Мне хотелось более жестких вопросов к участникам. То есть, если бы я приходила туда журналисткой, ох, я бы вопросов бы задавала, мне бы мало места там было. Как вы думаете, кто нас покинет на этой неделе? Я думаю, нам нужно разлучить Гуся и Гагару. Оу! Да. Кирюшку я бы отправил с удовольствием. Кирилл мешает Жене вообще не то, что раскрыться, а жить. Он манипулирует ей. Он пользуется ей. Он играет на чувствах. И я считаю, что это большой грех. А второй претендент, и, конечно, бы управляющий поуправлял, и тогда уже пора домой. Вот как два этих самых оловянных солдатика, как попка-дурак. Сандро и Макс, Сандро и Макс. Давай раз, два, три. Мне кажется, Максим прощается с Сандро, говорит ему напутствие. Ну, а Сандро, в свою очередь, в своей манере прощается с ним, да? А он как бы слушает его, Васька слушает, доест. Я видел, как они там на кухне, как две змеи, как будто, я не знаю, они сидели в гнезде и защищали свои яйца, там шипели. Я все-таки надеюсь, что будет справедливость. И все-таки уйдет кто-нибудь, да, из них двоих? Ну, Сандро. Ну, это стоят угрюмые две дамы. Посмотри на них, они устали от жизни. Пусть они будут, они нам не мешают. Человек себя проявил, как человек, в неделю управленца, да, нашим рестораном. И он хотел продать некоторых из наших девочек, включая меня. Я тебе лично заплачу пять тысяч, подойдешь и заменишься. Просто нужно исправить ситуацию. Ну, мне не за что перед ним извиняться со мной. Ты подойдешь сейчас со мной? Такому человеку я воткну в спину нож, потому что он сделает то же самое. Я боюсь, там вообще сложная ситуация. Этот человек менял заведение, как перчатки. Она приходила своим гонором, гонор свой показывала, ее увольняли и так дальше, дальше, дальше. Так не осталось ресторанов, и она добралась до этого проекта. В змеиное логово приполз еще один интриган, Валера. Вот как бы был пикник, помнишь, как бы у вас с Андром был этот самый, там бы оставалась грань. И был ли это блеф на самом деле? Это не был блеф, это было видно по глазам человека, по его надувшимся венам на шее и на лбу. Ребят, я его сейчас сломаю, закройте паршивый рот! Я сказал, закрой рот! Паршивый, отвай! Я сколько буду сдерживаться, я не пойму. Саша Ерин, да, которому я, к сожалению, очень помогал. Успокойся, не суетись. Я тебе серьезно, послушай меня, успокойся, у тебя так все и будет, суете продолжать. И это все, ну, аукнулось вот таким предательством, так сказать. А что ты на меня-то быкуешь-то? Ты мне сказал, я слышу! Я тебе конкретно повторила фразу, спросила, Саша, ты слышала это? Ты мне сказал, да, я слышу! Что, Валера с Кириллом о чем-то разговаривали? Да ты сами не даешь сейчас! Остальные участники «Реальной кухни» тоже не остались в стороне от сплетен. Арам Михайлович на прошлом голосовании, когда Сандро выбрали худшим, сказал, что он якобы дает ему шанс. Сегодня я не выгоняю никого. Сегодня ты остаешься на проекте. Можно пожать вам руку? Вот я считаю, что неделя прошла, и раскрытие не произошло. Он неприятен никому, и мне в том числе. Ну, просто он двуличный человек. В эфире передача «Реальная кухня». Это сегодня день голосования. Мы в предвкушении, кто же вылетит. Одна из девочек – это Маргарита. Второго участника я пока затрудняюсь ответить, они меня все тут бесят. Да нет, против тебя-то вообще никто не настроен, и плохо никак. Ну, во-первых, потому что тебя не знают. Во-вторых, было бы некрасиво. Я считаю, что тебя не показала, не раскрыла никак. И тут же тебя выставляют на голос с вами. Какие у вас ожидания? Кто же это может быть? Ну, думаю, наверное, это будет Маргарита, и Татьяна назовет Сандра. Но Сандра не вылетит. Если будет вылетать второй человек, то я не представляю себе, кого выберет Арам. Ну, сегодня, мне кажется, у нас самое легкое голосование из тех, которые было. Почему? Ну, потому что выбор, на мой взгляд, вообще очевиден. А ком? О-о-о-о! Кто бы там обоить? Ну, нет, я говорю о сочинском нашем парне. Ну, это недостойный абсолютно человек, невоспитанный, с низким уровнем интеллекта. Я вчера сам ему два раза хотел бутылкой запущить, чем тяжелым, как бы, сверху. Ну, да, он тут бесячный, прямо вообще. Ой, что, что, что. Ну, эти штуки, да, начался, начался. Я думаю, в любом коллективе есть свои интриги. От меня они всегда были далеки, я никогда до них не опускалась. Я никогда не буду ни на кого гнать, ни на кого сплетничать, ни кого с кем лбами сталкивать. Я не буду. Просто очень странно, если, например, не выберут Маргариту. А Валера? Валера. Валера тоже интересная, конечно. Когда Леся была у власти, он был возле Леси. Сейчас Татьяна, он возле Татьяны. Ищет, где теплее. Валера, он исполнительный. То есть Валера такая лошадка трудовалась. Поэтому против Валеры я тоже Валера не стал выдвигать. Тебя выдвинул, наверное, Ерина. Сашку. Сашку? Потому что, да, он постоянно где-то один, постоянно где-то спит. Оправдаются ли ожидания ребят, станет ясно уже совсем скоро. Мы провели очень хороший вечер. Мы не заработали сегодня денег, но мы заработали сегодня репутацию. Потому что, как мне показалось, журналисты, которые были здесь, они достаточно заинтересованно выслушали все, что мы им рассказывали. И поняли, что они находятся на реальной кухне. Ну и в любом случае, хочу напомнить всем вам и зрителям, что сумма приза 2 миллиона 421 тысячи 500 рублей. И можно похвопить. Мы не будем сегодня проводить итогового рейтингового голосования. Я посчитал, чтобы было бы справедливо, чтобы вас оценивала Татьяна, потому что она управляла этим рестораном последние недели. Я хотел бы, чтобы вы вынесли свое решение достаточно справедливо и назвали действительно слабейших людей, нахождение которых на проекте не принесет успех нашему ресторану и не прибавит нам денег. К концу проекта, к, так сказать, завершающей стадии, конечно, сложно делать выбор, почему. И сейчас не сколько идет выбор худшего игрока, сколько идет выбор менее лучшего. Первый кандидат на выбывание у меня Сандро. Ты? Сейчас я смотрел в глаза Татьяны, потому что мне хотелось увидеть, в этом человеке проснется здравый смысл, что я всю неделю ее поддерживал. Ты неплохой винтик. Просто ситуация сложилась следующим образом. На прошлом голосовании Арам Михайлович тебе дал шанс проявить себя, что ты себя не раскрыл. Прошла неделя, я не увидела каких-то новых твоих потенциалов. А, даже так. То есть я поддерживал все это. А можно я договорю? Вас и вы сейчас вот так вот хорошо? Послушай меня. Ты такой, какой ты есть, и ты фактически оскомина на зубах, поэтому я сделала свой выбор. Они меня провоцировали, провоцировали, они мне создавали тяжелейшие условия. Это все читаемо. Итак, первый кандидат на покидание нашего проекта – это Сандро. Второй кандидат. Я долго думала, кого выбрать. Да. И остановилась, Саш, на тебе. Теперь я знаю, кого гасить. Почему, объясню. Ты мне нравишься как человек, но мне кажется, ты устал, тебе нужно выспаться. Он все время спит. Вот как сам на пол. То есть в любом положении. У тебя уже как бы пошел спад. Я тебя прерву немножко. Ты считаешь, что Саша, вот из всех оставшихся, он самый слабый? Я сделала такой выбор. Это не Татьянина решение выбрать меня, выдвинуть сегодня. Это было решение Олеси. Слышь ты, сопля, иди сюда! Я его сожру просто. Я его втопчу в грязь. Я сделаю все, чтобы он просто рядом со мной больше не находился. Я твой выбор уважаю. Ничего оспаривать не буду. То, что я люблю поспать, не значит, что Татьяна, я менее активна, чем другие. Для тебя уже в проекте нет ничего интересного. Действительно, ему надо меньше спать просто и больше двигаться, и как-то общаться больше с людьми. Как-то себя выражать, наверное, больше. Вот и все. Значит, два кандидата у тебя. Я с удовольствием жду третьего кандидата. Я бы назвала бы Рит тебя. Ты проявила пока себя негативно. Но поскольку Риты вообще никто и зовут ее никак. И, в принципе, никакого отношения они к этому не имеют. Ты тоже слабый звеном. Анна, Ань, ставьте кого-то, я не могу больше. Десять часов в полураком – это немножко слишком. Как профессионал ее задействовать, ну, что ее? Только единственное – одеть в купальник, пусть она ходит по залу, да? Ну, это уже, простите, бордель какой-то начинается. Надо здесь трудиться. И трудиться на всех позициях, и до конца надо трудиться. Человек не привык трудиться. Человек привык, что у нее все есть. Дорогие друзья, Рита, Сандро и Александр, мне сейчас надо из вас выбрать одного человека, который будет жить. А двоих поочередно отправить. Я хотел бы, чтобы каждый из вас сказал что-то такое, что меня бы убедило в том, что именно его я должен оставить в этом проекте. И начнем, Саш, с тебя. В здоровом теле здоровый дух, поэтому спать не зазорно абсолютно никак. Что за бред вообще? Сон никому никогда не мешал. Когда есть любая возможность, нужно поспать. Я довольно-таки конкурентно способный. Меня неверно оценили. Но для 21-го года он слишком амбициозен. Сандро? Я считаю, что это неправильно, потому что я вношу радость в этот коллектив. Здесь все, когда я что-то говорю, все улыбаются. Я положительно к нему отношусь, хотя он и дурик, конечно, вообще редкостный. Такой типаж, он больше такой смешной, чем негативный, вот честно. На меня реально давили. Я неделю был скучный, гнусный. Я, наверное, знаю, что все это заметили. И я считаю, что я нужен этому коллективу. У тебя еще остались шушки, да? У меня их полно. Я считаю, что у нас только все идет вперед. Больше грустных людей здесь не будет. Так что, Татьяна, не знаю, кто еще сегодня уйдет. Понятно. Рита? Я старалась как могла. Я пыталась выполнять поставленные мне задачи. Но я думаю, что, что бы я ни сказала, у вас все равно есть свое мнение. Я согласен. Они тут фигачат 40 дней. Тут пришла кукла и давай подключилась к процессу. В принципе, понятно. Саш, вот тебе говорю сейчас. Для меня очень удивительно, что ты здесь оказался. Очень удивительно. И, видимо, есть какая-то причина, по которой ты здесь оказался. Видимо, ты все-таки не проявил себя. Честно говоря, я немного сочканул. Я был не готов к уходу. Что касается вас, Рита, что вы сначала напугали всех нас, так, знаете, свои. Я думаю, что вы просто всех перекусаете. А вы вдруг как-то так с ними сразу сладили. И они, видите, тоже считают вас неконкурентом. Ну, где я тут раскроюсь? По ЖТ вылечу и подносы в двух руках. Если бы мне поставили управляющей, это было бы круто и интересно. Сандро, но бесконечный пить кровь невозможна у людей. Первым проект сегодня покидает Рита. Спасибо, Рита, за участие. До свидания. Хорошие люди здесь не нужны. И для остроты мы оставим тех, кто жесткий и острый. А хорошая Рита пойдет домой. Второе имя, которое я хочу назвать. Это Сандро. У меня лицо аж почувствовало, понимаешь, как оно у меня просто оживилось. Я прям думаю... Сандро, садись. И он ему говорит, сядь на диван. И все, у меня обратно такая бам, поникла. Ну, я реально на какой-то момент подумал, неужели все как бы. Сегодня финал был не то, что неожиданным, он был такой прискорбный просто. Саш, я предлагаю тебе еще раз серьезно подумать о том, что ты делаешь не так в проекте. Последнее, наверное, что я успел сделать, да, я успел посмотреть людям в глаза. Двое не опустили голову. Это было Женя и Максим. Все смотрели куда-то там, кто в бок, кто в пол. Это говорило о том, что, ну, мы вас слили, это круто. Вот мне показалось, что он его выгнал. А потом, когда тот садился на диванчик, я подумала, ну, вообще тут наше слово никакого значения не имеет. Но это неприятно. Я простил, Шорисович, двоих? Пусть это будет каким-то уроком тебе. Татьяна, теперь я прошу вас встать сюда. И раз уж мы вам доверили назвать людей, которые покидают проект, назовите, пожалуйста, мне человека, который, по вашему мнению, достойен управлять рестораном. На следующей неделе. Рам Михайлович, мне бы очень хотелось, чтобы рестораном управляла Аня. Аня, ты управляешь этим рестораном всю следующую неделю. Круто. Ну, я не знаю, конечно, Анна такой человек, она очень хорошая. Для нее это прямо, это ее звездный час, поэтому я думаю, она воспользуется этим моментом по максимуму. Что хочу тебе сказать? Я привык людям давать шансы. Подумай, что можно сделать, чтобы на этой неделе эти люди очень ярко себя проявили. Ну, в первую очередь, Сандро, я не буду с ним сюсюкаться. Даже если он кого-то обидеть захочет, спровоцировать, я его тут же удалю сразу. Я не буду ставить его на мойку, поломойку, я просто уберу его. Сандро, не успел ты ничего, конечно, вся надежда была на тебя. Что я не успел? Все, молчи, сейчас молчи, а еще сейчас я переменю свое мнение и поешь домой. Я могу в любой момент это сделать. Перемените, пожалуйста. Ань, выскажите, пожалуйста. У тебя ни с кем, тебя послушать, у тебя ни с кем не было ничего. А как ты толкаешь, как ты угрожаешь, без микрофонов, без звука. Подожди, какого человека я хоть раз толкнул? Ань, зачем сейчас вот это лицемерие на камере? Ань, а что было? Что было? Зачем мне сейчас придумывать эту историю? Дело в том, что Ане никто не делает ничего плохого. Но это на самом деле так и есть, ее никто не трогает, ее никто не обижает, даже Сандро. Тебе он конкретно что-то применяющее, не понимаю? Скажи, если угрожает. Я уже ничего не хочу сказать. Не хочешь сказать? Да, смысла не вижу. В этом человеке очень много лжи и лицемерия. Чтобы разрядить обстановку и подсластить пилюлю для Риты, Татьяна пригласила девушку для вручения подарков. Рита, проект «Реальная кухня» дарит тебе ультратонкий планшет «Хайр». О, спасибо. Современный, легкий, с мощным процессором и аккумулятором. Всегда готовы к работе. Спасибо. Оставайся на связи и следи дальше за проектом с планшетом «Хайр». Я вам буду письма с него писать. Спасибо большое. С одной стороны, конечно, Маргарита, она меня раздражала все эти три дня. Вот даже я не скрываю это, я не скрывала. Вот, но она спасла наших людей, да. Ты просто не слушаешь, ты слушаешь только себя. И понимаешь, когда моральная атмосфера в коллективе нехорошая, очень тяжело работать. У нас постоянная провокация, постоянная руголь, постоянная пошлятина. Ребят, я вам об этом говорю постоянно. Посмотрите, под каким вы гнетом находитесь. Мы сидели все на диванах, и Олеся говорит Ане, пошли. Та встает, а как собачонка опустил голову за ней. Я ей говорю, что ты находишься под гнетом, и она не может это признать. Я верю в тебя до последнего, до последнего, вот до дня скоровая. Сейчас я тебя даже видеть не хочу, понимаешь? И одно твое слово я не верю, что ты говоришь. Чем я ее не устраиваю? Она не может связать грамотно речь и сказать. Просто он отравляет мне существование. Что я сделал не так? Зачем какие-то фразы общие, которые я даже не знаю, о чем речь идет? Ты морально разлагаешь коллектив. А хочется нормальной, качественной, профессиональной работы, команды. Как ты вообще, ты представляешь, что ты ездишь, что ты ездишь на губах? Сандро, мы вспоминаем автобус. Не важно, потому что ты страшный человек. Как ты можешь о такие вещи вообще говорить? Как ты всех поливаешь мягко на синхронах? Подожди, ты сейчас сидишь, зачем мне в лицо говоришь то, что того, чего нет? Значит, то, что она меня *** называет, это нормально при всех? А сейчас какая-то тварь после того, когда я 50 раз был *** после нее. И ты сидишь, ее все равно защищаешь. Ты о чем вообще сейчас говоришь? Все, иди сюда. Сандро, ты не слушаешь вообще ни хрена. Давай сейчас я вам расскажу ту ситуацию, которая была, которую я видела. Я захожу в автобус. Начинаю... У вас там идет какой-то диалог. Я в этот диалог плавно вхожу. И тут же от этого человека, от Олеси, исходит. И вы это все умалчиваете от всех людей здесь? Вот ты мне скажи, ситуация. Мы идем на дефиле. Мы молчим. И тебе надо крикнуть. Ой, Олеся, ты так хорошо выглядишь. Мы сегодня не будем против тебя голосовать. Олеся, сегодня мы против тебя не будем голосовать. Лет, лет, лет. Ты просто прикалывался, вы че? Да это уже зло и шутки, понимаешь? Что здесь плохого, какая-то проблема? Я тебя не воспринимаю, твои шутки. Она мне вообще даже меня слышать не захотела. Сидел прям, ну, заряженная прям на негатив. Ну, я видел ее прям вообще, как будто, я не знаю, заговор какой-то сделали там. Любое твое слово воспринимает, понимаешь, как какой-то злой степ. Да иди на... Занимайся своим бредом. Вот ты создала этот бред, вот ты в нем копошись. Тань, пойдем, я не хочу, чтобы ты с ним оставалась. Как человек сейчас он для меня вообще никакой. Он умер для меня как человек. Неужели мы увидим слезы твои на этом проекте? Мать, ты просто мной не занималась. Была бы я умнее в молодости, ты вообще не родился. В русском борща ложка должна стоять. Вам рук не хватает, Олесик? Ты вот думай. Девушка, вот вас я видел. Выйдите, пожалуйста. Я не захожу даже. Ну все. Вот это другое дело. Вот теперь я настоящий сварщик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин